шалом однажды обезьяна осталась без всяких средств существования голод холод негде жить и вот она обратилась друзьям они говорят ты знаешь есть в городе зоопарк обратись тебе дадут работу и само собой все решится она приходит зоопарк директор говорит ей я могу тебе предложить другую должность потому что вакансия обезьяны занята стань медведем ну хотя бы вот на это время что ты на дневное время пока будет посетить хорошо что не сделаешь от голода она надевает шкуру медведя рабочий день заканчивается она в предвкушении еды с ужасом видит что и несут миску мяса и начинает крутиться по клеткам ночью в надежде поменять с кем-то мясо на на фрукты и вдруг перед ней обезьяна в клетке то есть вот эта должность которая принадлежала ей занята другой обезьяна она обращается к ней говорит что-то такая грустно есть только бананов вокруг она говорит я тебе признаюсь я не обезьяна я медведь ты медведь она заходит не в клетку предлагает ей мясо та с удовольствием кушает обезьяна пока насыщает себя бананами берет еще с собой и вот расставаясь они договариваются утром пойти к директору решить вопрос приходит директор объясняет ему слушай не гоже я играю не себя она играет не давай вот каждый будет играть себя и служить как говорится верой и правдой нашему зоопарку на это директор неумолимо не соглашается нет и все они вот так объясняют таком за нет и все пока медведь не выходя из себя кричу ты ведешься как осел как ты не боишься упрямый и тут вдруг директор пони головой говорит да мы правы когда я устраивался в зоопарк мне не предложили быть ослом а предложили быть директором и здесь дамы и господа мы видим с вами интересную вещь весь этот мир зоопарк каждый из нас иногда меняет роли одевается в другие шкуры иногда кушать не свою еду все это жизнь которая ставит нас перед тяжелыми испытаниями играть не свою роль лучше не играть чужую роль но если уж довелось то нужно вовремя вовремя понять твое это не твое если не твое не надо бояться надо обратиться к директору даже если он осел нужно объяснить ему а если он не понимает принять соответствующий вывод и дай бог чтобы мудрость помогла нам вовремя разобраться в этом и чтобы это было абсолютно безболезненно и без потерь для нас и для наших близких шалом шалом мудрость